МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беговыми дорожками, трибунами для зрителей, а также уникальный крытый манеж, расположенный на втором этаже стадиона. На сегодняшний день эта база спортивно является лучшей в Омской области. Построили мы ее королеве спорта, но и, конечно же, Таврический район является одним из лидеров в развитии легкой атлетики, футбола, поэтому здесь вот такие прекрасные сооружения. В этот день на спортивном стадионе прошла первая в районе сдача норм комплекса ГТО. Учащиеся пятых классов соревновались в прыжках в длину, беге и отжимании. Экскурсия по спортивным объектам привела коллегию в клуб «Энергия». В ближайшее время он распахнет свои двери для всех жителей Тавричанки. А пока его хозяин, трехкратный призер паралимпийских игр Владимир Андрющенко, принимает первых гостей. Там малые залы для танцев современных, аэробика, для ребятишек маленьких, групповые занятия, будет детская комната, зал борьбы есть, будет дзюдо, самбо, тренажерный зал, теннис, чтобы можно было приходить как для отдыха, отдыхать, для детей оставить, заниматься, оздоравливаться физкультурой, так и для профессионалов. Профессиональные тренажеры, качественные, можно поднимать большие веса и повышать спортивное мастерство. Следующим пунктом стала Таврическая межпоселенческая библиотека, она же молодежный клуб. Сюда в свободное от учебы время приходят пообщаться, послушать лекции по выбору профессии, найти в интернете интересующую информацию. Зону, которую открыла библиотека в этом году, рассчитана на молодежь, больше всего, наверное, и радует то, что сюда могут прийти ребята, у которых нет возможности дома посидеть в интернете. То есть это незащищенные слои молодежи, те, кто не каждый день сталкивается с интернетом. То есть они могут прийти, подготовиться, подготовить рефераты, выйти онлайн какие-то уроки, просмотреть. В Таврическом районе для молодежи проводится большая работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Подростки участвуют в конкурсах, концертах, встречаются с ветеранами. Вопрос патриотического воспитания – один из приоритетных молодежной политики. Об этом говорили на заключительном заседании выездной коллегии. О своем опыте популяризации историко-культурного наследия Сибири рассказал основатель общественной организации «Кованая рать». По словам Василия Минина, спрос на старину у молодежи Омской области высокий. Мы поставили перед собой цель создания программы образовательной, воспитательной, основой которой является как раз историческая реконструкция как одной из самых ярких и привлекательных для молодежи действий в современной молодежной среде. Как одной из таких ярких молодежных субкультур. Подводя итог, члены коллегии отметили – подобный обмен опытом необходим. В планах министерства в ближайшее время провести подобные выездные заседания во всех районах.